А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Магнитогорске продолжается реализация масштабного проекта по преобразованию городской среды строительства городского курорта «Притяжение». В данный момент идет активное возведение объектов третьей очереди – светомузыкального фонтана и арт-квартала. Они будут введены в строй уже в июле. На глазах вырастает и детский парк развлечений, который откроется для посетителей ровно через год. Более подробно о ходе и темпах строительства расскажем далее. Масштабный проект «Притяжение», инициатором и инвестором которого выступает председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, реализуется в Магнитогорске с 2020 года. За это время на территории городского курорта были созданы видовой холм высотой 36 метров, искусственное озеро, множество локаций для отдыха и развлечений. В рамках третьей очереди строительства здесь появятся сразу два уникальных объекта. Светомузыкальный фонтан – один из них. На фонтане на данный момент ведутся работы по финальной прокладке электрики, подключению и переходу к тестированию сплинкеров, распылителей. На самом деле это уже финишные работы. Скоро это чудо будет готово. Такого на данный момент в России не существует. Уникальные и неповторимые – это всё о нём. И это не просто громкие эпитеты. Подобных ему на самом деле нет. Общая площадь фонтана составит почти 3700 квадратных метров. Он будет насчитывать около 1700 струй, более 7000 прожекторов. Фонтан будет олицетворять процесс плавки руды и превращения её в железо. Арт-объект, который находится в центре композиции, символизирует железную руду, выполнен из специальной стали картен, главная задача которой – повысить устойчивость материала к коррозии. Процесс плавления руды будет воссоздан с помощью технологии живого огня. То есть из форсунок будут вырываться не только водные струи, но и языки пламени. Высота основных струй, так называемых шутеров, будет достигать 30 метров. На объекте уже законченной всей инженерной работы завершается монтаж насосов и облицовка фонтана гранитом. На финальной стадии находится монтаж технологического оборудования. Ещё один объект строительства, третьей очереди притяжения – это арт-квартал, который располагается на прилегающей к фонтанному комплексу территории. В будущем он будет представлять из себя небольшой микрорайон из модульных зданий. В его основе арендопригодные помещения для самых разных индустрий. В этом году будет запущена в строй первая из трёх очередей арт-квартала. Это трёхэтажный комплекс с площадью 1500 квадратных метров. Кстати, отсюда будет открываться самый красивый вид на фонтан. Рядом со зданием располагаются два кадровых центра – один для первичного приёма на работу, на комбинат, второй – детский кадровый центр для демонстрации всех возможных профессий на ММК. Работа по арт-кварталу началась в 2023 году в декабре месяце. На данный момент уже выполнено более 80% работы. Выполнена внутренняя отделка, внешняя отделка. Фасад повторяет общую геометрию фонтана, руды, рисунка плитки на самой чаше фонтана. И максимально коррелируется с темой руды и арт-объекта. На ваших экранах проект будущего арт-квартала. Таковым он предстанет перед магнитогорцами уже 6 июля. Не менее масштабная стройка ведётся чуть левее от объекта в третьей очереди. Здесь буквально на глазах вырастает детский парк развлечений. Он будет сдан в 2025 году, однако уже сейчас приобретает свои основные очертания. У строителей обещают, это будет почти космическое сооружение, состоящее из основного здания, атриума и прилегающих к нему блоков, напоминающих по дизайну разломанные кристаллы. Сейчас находимся в центральной части, в центральной входной группе. Отсюда как раз весь доступ на все локации детского центра. Их здесь всего 6, помимо центральной части. К работам приступили в ноябре месяце. На текущий момент выполнено порядка 87% бетона. В голых цифрах это порядка 6000 кубов ложного бетона. Выполнено порядка 1070 тонн металлоконструкции. Статус готовности 87%. В этом месяце все монолитные работы будут завершены на 100%. Из остального приступили к устройству кровельного пирога, приступили к устройству фасада вентилируемого по двум блокам. И приступили к монтажу витражных конструкций. Продолжаем работы по кладке из газоблока, газобетона, кирпичную кладку. Ну и в принципе завершаем уже устройство черного пола по всему периметру здания. Одной из главных особенностей сооружения является крыша атриума. Она будет представлять собой светопрозрачный купол площадью более 1000 квадратных метров. На текущий момент видите полностью завершенные строительные конструкции, алюминиевые конструкции. Завод изготовительной сущей системы, это город Новосибирск, полностью завершили. Сейчас идут работы по подготовке к остеклению. Это монтаж уплотнительных резинок в периметре следующей недели. Хотим приступить уже к монтажу самого стекла. Для остекления специалистам понадобится порядка 70 тонн многослойного стекла с керамической печатью. Уже в ближайшее время детский парк развлечений примет окончательные архитектурные очертания. Специалисты закончат герметизацию здания. В осенне-зимний период будут проведены работы по монтажу внутренних инженерных сетей и отделке помещений. Впервые побывать на его территории юные исследователи и экспериментаторы смогут как минимум через год. А фонтан и арт-квартал будут открыты для посетителей этим летом и станут настоящим подарком нашим жителям ко Дню Металлурга.